Привет, друзья! Сегодня мы немного окунемся в прошлое, в мир наших бабушек и дедушек, в мир там, где всегда очень вкусно пахло свежей выпечкой и очень вкусной едой, которую готовили нам наши бабушки. И вот такая ностальгия не обходится без звука мотора советского мотоцикла, который был практически в каждой сельской семье времен СССР. Вот как раз сегодня мы с вами и поговорим о том, почему же так много было мотоциклов в селе. А историю эту нам поведает неизвестный человек, за что ему большое спасибо. Погнали! Помню, еще ребенком гостил на оке на родине моей бабушке. Побывали в двух селах и одной деревне. Бабушка навестила своих постаревших подруг и оставшуюся родню, и меня взяла с собой. Было это в начале 70-х. Запомнил из той поездки я много. И отличную рыбалку, и настоящую русскую печь, и корову, которая уходила по утрам вместе с пастухом, а вечером возвращалась. И чугунок с кашей, и ухват, которым этот чугунок вытаскивали из печи. А больше всего я запомнил мотоциклы, на которых меня мальчишку постоянно катали деревенские парни. Удивительно было то, что в каждом доме на нескольких улицах села были мотоциклы, и у многих были моторные лодки. Деревенские парни могли часами рассказывать об Уралах и Минсках, о Восходах и Явах, о мотоциклах Иш-Планета-3 и Иш-Юпитер-3. Многие из ребят могли сами починить практически любую поломку, при наличии запчастей, конечно же. На мотоциклах они ездили в город, на танцы в сельский и деревенский клуб, к девчонкам в другую деревню, в магазин за покупками, на рыбалку и на охоту. У молодых парней мотоциклы были в основном без колясок. У более старших мужчин мотоциклы были с колясками, и жену можно было посадить и ребенка с собой взять, да и сами женщины неплохо справлялись с железным конем. Уже будучи подростком, я часто бывал в деревнях и селах Советского Союза, и в каждом таком населенном пункте всегда было много мотоцикла. В 83-м году, уже в студенческие годы, я вновь побывал в сельскоместности, и вот тогда из бесед с жителями деревни я и понял, почему в деревнях и селах было так много мотоцикла. Во-первых, это мобильность. Этот вид транспорта был востребован в сельской местности. Так почему же так часто не покупали автомобили, а покупали мотоциклы? Автомобиль считали городским видом транспорта, транспортом для асфальтовых дорог. Для сельских дорог мотоцикл подходил значительно лучше. Мотоцикл можно было почти всегда свободно купить в райцентре или областном городе, а чтобы купить автомобиль, нужно было стоять в очереди несколько лет. И еще один немаловажный факт – это цена. Чтобы купить автомобиль, нужно было копить деньги не один год, а мотоциклы были намного дешевле. Кстати, именно из-за приемлемой цены в Советском Союзе часто покупали мотороллеры и автомобили Запорожец. Я помню, по городу ездили даже грузовые мотороллеры Тула, а мотороллер Вятка Электрон стоил 270 рублей. Цены могли отличаться. Например, в экспортном варианте автомобиль был дороже. На стоимость влияло и наличие или отсутствие радиоприемника в автомобиле и многое другое. Запорожец ЗАЗ 968 стоил 3,5 тысячи рублей. Жигули ВАЗ 2101 копейка стоили 5,5 тысяч рублей. Жигули ВАЗ 2102 стоил 7 тысяч рублей. Москвич 408 – 5,5 тысяч рублей. ГАЗ 24 Волга больше 9 тысяч рублей. А новые мотоциклы в начале и середине 70-х можно было купить в среднем по такой цене. Мотоцикл Иж Планета 670 рублей. Мотоцикл Иж Юпитер 1040 рублей. И мотоцикл Восход 450 рублей. На этом все, друзья. Пока!